Все, все, все. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Потому что я с большим, наверное, удовольствием анонсирую предстоящие события, юбилеи, которые будут проходить у нас в Екатеринбурге, в Верховской области, потому что, конечно же, цирк начинался у нас еще в 19 веке. И быстро хорошая система подготовки цирковых артистов, что тоже является, наверное, уникальным случаем. Не каждый область, не каждый регион может похвастать тем, что, начиная, наверное, с детского возраста, со школы, есть возможность у учащихся, у ребят, прийти, например, в Домовище, в детскую школу искусства и приступить на цирковое отделение, которое, в свою очередь, является, ну, такой кузницей, как, наверное, для Свердловского областного колледжа искусств и культуры, где также есть отделение циркового искусства. Затем впереди профессиональный манеж, профессиональное цирковое искусство. И, конечно же, мы гордимся тем, что следующий год будет в году еще одного юбилея, сколько лет исполнится, со дня рождения Валентина Ивановича Филатова, чье имя, мусор, коллектив и русский цирк. Это большая цирковая династия. Вот об этих событиях мне хотелось рассказать и поздравить коллектив цирка с тем, что он открывает необычные яркие объявления сезона. Я думаю, он будет запоминающимся для всех, кто посетит цирковые представления. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, попрошу несколько слов рассказать о том, какие ожидания на поле сезона. Дорогие друзья, спасибо еще раз, что вы к нам пришли сегодня. Да, действительно, сезон у нас совершенно необычный планируется. Конечно же, яркий, конечно же, будет много премьер. И мы до самой весны будем радовать наших зрителей самыми лучшими программами российской государственной цирковой компании. Конечно же, 100 лет – это рековой юбилей. И для нас, для всех, нашей самой большой творческой компанией в мире, большое событие. Вот уже в понедельник состоится невероятное дело представления в цирке Моникулина. В цирке Моникулина. Так вот, мы и все цирки России приготовили большую программу самых необыкновенных сюрпризов. Я бы так сказала, потому что многие никогда из них еще не представлены в цирках. И мы такую традицию начнем и здесь. Первое, что могу сказать уже завтра, мы открываем в наше юбилейное сезон большим благотворительным представлением. К нам придут более трех тысяч первоклассников в Свердловской области и города Екатеринбурга. Огромное спасибо компании «Руссир» за это. Огромное спасибо правительству, нашему Министерству образования и культуры. Благодаря этим людям детей, деток привезут, доставят безопасности к нам, а мы уже делаем все, чтобы им нам понравилось и было очень весело и интересно. Кроме этого, уже в начале зимы мы презентуем большое, большое событие международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства «Цирк нашего детства», посвященный столетию со дня основания государственных цирков России. Это огромная работа, сейчас она уже на счетах, и мы ждем гостей со всей планеты. Вчера я узнала, что приглашение в Тельбург получила дочь принцессы Стефани, от Адмана Викторовича Шемякина, и я думаю, что обязательно к нам приедет наш фестиваль. Очень много событий, участие в этом фестивале бесплатное, будет большая комиссия отборочная, но уверена, это будет грандиозный праздник Новонежника Мирбургского цирка. Таким образом, мы можем сказать, что следите за нашими новостями, у нас будет много, и вот уже завтра, помимо того, что мы начинаем новое представление, что в Белой Африке завтра состоится премьерный показ, мы открываем программы дополнительного развлечения для наших зрителей в фойе цирка. Каждые выходные будут работать наши в алкоголе, наши анимационные команды, которые будут радовать наших зрителей перед представлением в антракте. Это, конечно же, студенты циркового отделения, колледжа, и, конечно же, детские цирковые студии. Где можно будет увидеть их на большой сцене, увидеть творчество наших маленьких цирковых артистов, дадим свои апплосменты, и дети, я уверена, оценят это внимание по настройству. И наши зрители тоже будут этому рады. Скажу еще, что, конечно же, у нас множество акций проводится в этот первый прокатный период, то есть сентябрь, октябрь, и главная новость, одна из главных, даже для артистов, сюрприз. Поскольку у нас программа такая в стиле старого цирка, цирка, когда все только начиналось, да, вы читали на нас на сайте, весь сентябрь и чуть-чуть октября на наших программах мы услышим музыку оркестра Екатеринбургского цирка. Да, я думаю, что это огромное удовольствие для всех зрителей, особенно для взрослых, которые приводят в звуки настоящего оркестра циркового. И вот он снова с нами, и такая хорошая новость, тоже один из сюрпризов этого представления. Но подробнее о нем нам расскажет директор этой программы Надежда Скырская. Ну, сейчас я попробую подробно вам рассказать, но прежде я хочу сказать, что только для вас, только для Екатеринбурга впервые в жизни мы, три артистки, сидим на стульях в костюмах сценических, что категорически запрещено. Вот. Так что, отметьте, для вас мы сели в костюмах. Вы знаете, мы привезли необычное представление. В каком плане оно необычное? Да, мы, жанры на нашем представлении, они, ну, не очень популярны. Часто приезжают артисты из таких жанров, но наша фишка это то, что у нас такое представление, знаете, ну, такое есть слово «стёк». Мы не по-настоящему перемещаемся на 120 лет назад, а мы вот каждый, кто как себе представил, а каким был цирк 120 лет назад? Ну, вот так сели все за столом всей в нашу кружевую коллективу. Вот так и было. Ты вот как думаешь, как думаешь, молодцы думаешь, как было. И наш режиссер слушал-слушал и говорит, молодцы, ребята, вот так и показывают. Вот. И таким образом мы сделали вот это, такой не всерьёз. Это не такая прямо реконструкция историческая. А вот мы думаем, что мимо... Мы не из Парижа, мы мимо Парижа проезжали и вот заехали в Легатеринбург. Ну, и ещё, что необычного в нашем представлении, это четыре гости из Южной Африки. Это белые львы. Они действительно африканские львы. У нас четыре белых и четыре жёлтых льва, которые были привезены с южно-африканских ферм, где разводят специальных животных для показов, для экспозиции и для цирка. Не подумайте, что бегали по саванне, ловили львя, отбирали у матерей и притащили их в цирк. Нет, это животные, которые рождены в неволе в нескольких поколениях. Мы посмотрели, приехали, зелёнки там намазали, отметили, как их мы заберём. И путём очень сложных манипуляций, через таможню, через оформление многих документов, эти восемь красавиц и красавиц приехали на российскую землю. Сейчас они уже взрослые львы и лица. Они, как вы знаете, в самом расцвете сил. И поэтому не судите строго за то, что быстро мы убедаем, потому что хочу отметить, что львы восемнадцать-двадцать часов в сутки спят. И если лев быстро подержал, значит, что-то ему попало под хвост. Вот. Ему положено медленно ходить, медленно столкнуть с расстановкой всё делать. Это сразу, знаете, как в преддверии вопроса, когда спрашивают, зачем вы его обкалываете, что он не так медленно ходит. Вот. Так, чтобы вы знали, ничем его их не обкалывают. Это настоящее их природное поведение. Что ещё рассказать о нашей программе? Вы знаете, в нашей программе так получилось, что практически все представители цирковых семей собрались. И взрослые, молодые, но у всех мамы и папы практически работали в цирке. Единственная девочка, которой у нас только буквально 3-4 года с нами работает выпускница циркового училища, это воздушная дивнастка на трапеции. Она была первым номером в нашей программе работать. А так мы все цирковая семья, настоящая цирковая семья. Среди наших артистов есть вот мои подруги Ваура и Виолетта Парона. Между прочим, их папа 40 лет тому назад открывал, тогда, наверное, Свердловский государственный цирк. И был участником первого представления, которое было показано на этом моменте. Спасибо огромное. Алексей Евгеньевич, пожалуйста, несколько слов о роботической программе. Здравствуйте. Мне очень приятно, что нашу трубу пригласили на такую замечательную программу в честь 40-летия Виолетта Паронского цирка. Мы, естественно, очень довольны, что нас в очередной раз, можно так сказать, пригласили. Мы уже здесь бывали. Нам очень приятно находиться и мы очень рады, когда нас приглашают в эту гимнусский цирк. Больше по поводу номера, спасателей, то, что мы представляли сейчас на программе, мы работали на фестивале и, естественно, по поводу династии, то, что говорила Надежда, я тоже как по династии у меня отец был руководителем номера и передал, естественно, мне замечательный номер. И я надеюсь, что, естественно, в 10 минут придет, посмотрит, все будут рады, довольны нашей программой, потому что и мне, в численности очень нравится программа, которой Надежда Свирская. Я думаю, что это будет замечательно. Спасибо большое. Я хочу еще буквально пару секунд, вот Алексей говорил, что он здесь периодически бывает, но мы все завидуем. Я хочу, чтобы вы отметили, что все артисты, которые будут, и все номера, которые будут в этой программе, либо вообще никогда не были здесь, либо были очень давно совсем в другом качестве. Вот, поэтому Екатеринбургский зритель видит совсем новое представление. И я думаю, что никому не придет Богу сказать, но мы это видели, когда мы это показывали. Благодарю. И несколько слов купальник прессы, и я могу вам прошу передать, главный комментарий. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте нашей прессы. Ну, что хочется сказать, были вы здесь относительно недавно с моей сестрой в 2012 году. Конечно же, не в этом качестве, но я работала с моим конем, который, к сожалению, ушел от меня два года назад. Сейчас я репетила новый номер, новую молодую лошадь по имени Борис. К сожалению, к сожалению, к 40-летию Екатеринбургского цирка не успели закончить, но думаю, к следующему 45-летию, я думаю, мы обязательно подъедем с этим номером. А вот, Виолетта, Виолетта привезла в свою кинюнку группу шердонских подель в количестве шесть голов красавцев, густангов, толстеньких, да, любименьких, и когда говорят, то есть, хочу сделать вступление, что в цирке, плохо относится к животным, я бы очень хотела, чтобы зрители пришли и сами убедились в том, что так как мы любим наших животных, мало кто любит домашних, мы не уходим с конюшни, когда мы приезжаем после разгрузки, мы уходим в самый последний, потому что мы вначале облагораживаем то место, где находятся лошади, кони, львы, собаки, ну, все животные наших программ, вот, уходим, конечно, без ног, измученные, но по-другому мы не можем, потому что это наши любимые педонцы, так что я просто сделала такое вступление, я бы очень хотела, чтобы вы пришли и убедились в этом, вот, ну, может, иолептовать, да? Ну, что я могу сказать? Я приглашаю на нашу программу, она у нас очень добрая, очень веселая, будет интересно очень детям, ну, все, видите, такие яркие, красочные, так что добро пожаловать, добро пожаловать, будем вас ждать. Огромное спасибо, и еще рассказать среди нескольких слов, прежде чем мы перейдем к вопросу ответственности информации. Я бы хотела добавить, что, дорогие представители средств массовой информации, в каждом церкви я работала, мы очень дружили с крессами, и всегда приношаем на любое наше событие, не только церковное наследование, но и церковное событие. И для того, чтобы эта дружба была закреплена, не только добрым словом, мы приготовили такие специальные медиакарты для всех изданий города, области. Пожалуйста, прийдите к нам с детьми, как можно чаще, в его время, когда вам будет удобно, цирки вам всегда будут рады.